Воздушно-десантное королевство. Строитель небесного города. Супер приятный сюрприз. Выпущенное 27 декабря 2020 года. Airborne Kingdom. Это освежающий уникальный взгляд на жанр градостроителя с красивым художественным стилем и захватывающей историей. Давай углубимся в то, что я открыла для себя за первые несколько часов игрового процесса. Воздушно-десантное королевство. Первый строитель города, в которого я играла. Помимо Фростпанка, у которого была всеобъемлющая сюжетная линия. Это представлено с помощью серии произведений искусства и повествования, красиво написанных и анимированных, и закладывает основу того, для чего ты создаешь свое королевство. С этой повествовательной целью позади тебя. Это четкая директива относительно того, какого черта и почему ты создаешь этот летающий город, который ведет тебя непосредственно к игровому процессу. Воздушное королевство. Это результат пророчества о летающем городе, который в прошлые времена восстановил мир и процветание на земле внизу. Как единственный архитектор возрожденного королевства, ты несешь ответственность за воссоединения заземленных королевств этого изолированного мира и совместное использование технологий для обеспечения того, чтобы гармония снова воцарилась на земле. Помни об этом, твое королевство начинается просто. Как твои граждане. Научись собирать ресурсы, приведенные ниже, и отправляйся в свое путешествие, чтобы заново открыть для себя другие центры цивилизации. Стреться с их лидерами и выслушай, что им нужно от твоего королевства. Будь то ресурсы, рабочие или разведка и ремонт, у каждого королевства есть запрос. Ты решаешь, дашь ли ты это, и будешь ли вознаграждена их единством взамен. Художественный стиль этой игры был удивительным, но прекрасным выбором. Первый слой выложен плиткой и напоминает почти атмосферу поселенцев Катана, в то время как эстетика, вдохновленная Ближним Востоком, великолепно сочетается со звуковой дорожкой, механическим стилем и написанием историй. Здания в твоем королевстве отражают этот стиль и с помощью деревоисследований позже позволят тебе создавать удивительно детализированные городские кварталы, чайные сады, фермы и многое другое. Креативный строитель может спроектировать идеальный город в небе и при этом хорошо выглядеть. Когда ты будешь проходить над пейзажем внизу, ты заметишь, собери запасы еды, угля и воды, а также строительные материалы, необходимые для более совершенных зданий. Один из вариантов, который мне действительно понравился, это гигантский номер ресурса на Земле. Простой способ проверить, стоит ли отвлекать ресурс. Путь твоего царства для. Ресурсы были хорошо распределены, и я никогда не чувствовала, что по-настоящему впадаю в панику, когда забываю о своих запасах угля. Да, но никогда намеренно не облажалась из-за игрового дизайна. Как и Фрост Панк, уголь твой самый важный ресурс, поскольку он необходим, чтобы удержать твое королевство в воздухе, выбежать и посмотреть, как оно рухнет на Землю. Кроме того, в каждом регионе, которых насчитывается три, есть свои особенности и недостатки. Убедись, что ты хорошо подготовлена, прежде чем отправиться в каждый из них. Сейчас я много говорю о балансе в этих играх для строителей городов, но до сих пор я никогда не имела это в виду буквально. Когда ты расширяешь свое королевство и свои здания, ты должна остерегаться механики, наклона. Строительство большего влияет на вашу подъемную силу и вашу двигательную способность, но у обоих есть множество вариантов, которые можно увеличить и улучшить, они универсальные решения для всех. На этой ноте, одной из вещей, которые я больше всего ценила, была камера, фиксирующая твое движущееся королевство, когда ты строила. Это то, что, честно говоря, легко можно было бы упустить из виду, но его реализация обеспечивает гораздо более плавный игровой процесс. Сбор ресурсов важен и прост. Найди ресурс, построя ангары для своих граждан и направь к нему свои самолеты. Иногда тебе даже не нужно прекращать путешествие, чтобы просто глотнуть немного воды из оазиса или еды из чащи. На самом деле, я делала это так часто, что строила скорее воздушную комнату, чем королевство. Просто пылесосила ландшафт, когда мы пролетали мимо. Набирать граждан легко либо из других королевств, либо из изолированных поселений. Управлять их желаниями и потребностями тоже легко, хотя у меня был один сварливый человек, который не сказал бы мне, какой фанат причинял горе, поскольку некоторые издания вызывают недовольство, чтобы жить рядом. И они всегда заканчивали тем, что прыгали с парашютом из королевства, что уравновешивало счастье моего гражданина. Еще раз, по мере того, как ты вступаешь в союз с большим количеством королевств, запросов и миссий, требования твоих граждан растут. Это действительно простой способ продвинуть обучающегося игрока через разные уровни сложности. Комфорт, здоровье и желание. Все это начинает понемногу подниматься. Твое внимание в конце игры, и хотя я была раздражена в первом, что все они хотели, чтобы их пути были освещены, пока до меня не дошло, что в этом летающем королевстве нет поручней. А уличные фонари были очень разумным желанием, так как это долгий путь вниз. Дерево исследований само по себе заслуживает упоминания. Путешествуя из королевства, королевства, ты открываешь планы исследований, направленных на улучшение жизни в твоем городе. Это довольно стандартно, верно. Чего я не ожидала, так это того, что некоторые из этих чертежей будут объединены и дадут тебе интегрированную технологию. Это так просто, так гениально. И я была так взволнована этим. Внезапно я вернулась в королевство, чтобы купить как можно больше чертежей, чтобы открыть тропинки на деревьях и создать идеальный летающий город для моих граждан. История воздушного королевства и его пророчества действительно хорошо написана в сочетании с прекрасной эстетикой. Я обнаружила, что мне не терпится открыть для себя каждый регион и приземленное королевство для сюжетных моментов. Построение мира в этой игре великолепно, хорошо написано, хорошо продумано и хорошо представлено. Есть 12 королевств, которые должны соответствовать трем разным регионам, и каждая из них отличается от следующего. Я никогда не думала, что мне понравятся строители городов, основанные на сюжетах, предпочитающие вместо этого создавать свою собственную историю, но это только добавило впечатлений, а не умолило их. По моим приблизительным оценкам, здесь около 10 часов основного игрового процесса, но я могу быть далека от истины. Я обычно играла на более медленных настройках, потому что на это так приятно смотреть. У меня было несколько комментариев о том, что мои обзоры игр больше похожи на любовные письма к играм, в которые я играла. Честно говоря, я обожала каждую игру, которую просматривала до сих пор. Airborne Kingdom, моя первая свежая игра, которую я просмотрела, в которой кадры, которые вы видите здесь, это единственное игровое время, которое у меня было с ней. Лесная. Я мучилась около 6 часов. Рассвет человека исчисляется тройными цифрами, как и изгнание. Воздушно-десантное королевство было для меня совершенно новым опытом, и я обожаю его. Игра, написание, история, механика. Это блестящее название, и я говорю, что, честно говоря, две вещи, которые я бы предложила. Это кнопка для легкого отзыва или сбора ресурсов с ресурса, или когда хранилище ресурсов заполнено, и, возможно, система погоды, которая потенциально может привести к тяжелым последствиям для наклонного города. Но это было потрачено не зря. Время и деньги были потрачены не зря. Эта игра определенно добавляется в мою ротацию потоков, и я с нетерпением жду любых обновлений, поступающих от разработчиков. Это было действительно забавное видео, потому что это первый раз, когда я впервые сталкиваюсь с игрой с точки зрения рецензента, и мне действительно очень понравилось собирать это вместе и просто изучать игровую механику с этой точки зрения. Если ты играла в эту игру, если у тебя есть какие-либо вопросы об этой игре, задавай их в комментариях ниже, и я сразу перейду к ним. В противном случае, подойди и поболтай со мной, пока я буду в прямом эфире на Twitch, на Twitch TV, forward slash Rene Sky. Я транслирую по понедельникам, средам и субботам. Обычно играю какого-нибудь городского строителя, так что заходи и поздоровайся там. А пока, как всегда, оставайся в безопасности. Будь счастливой, как всегда, счастливо творить. Продолжение следует...